Ребята, всем здорово! Получил посылку. Здесь должен быть модуль с усилителем класса D, 2 по 10 ватт. Это для Bluetooth-колонки, которая у меня сдохла, в которой стоит такой же усилитель. И для ремонта которой я заказал этот самый модуль. Сейчас я проверю сначала модуль, что он рабочий, а потом уже перепаяю микросхему с данного модуля на усилитель. Почему я заказал именно модуль? Ведь он стоил почти 3 бакса, а голая микросхема стоила 60 центов. Микросхемы продавались только по 10 штук. И 60 центов на 10 штук 6 долларов, плюс доставка выходила около 8 долларов. То есть намного-намного дороже. Вторая проблема – качество. То есть в модуле, как правило, стоят нормальные микросхемы, которые скорее всего работают. И более того, я смогу это очень легко проверить. Я ее сейчас подключу, если она не работает, я открываю спор и очень легко возвращаю деньги. Потому что модуль – это такая штука, которую можно спокойно подключить, проверить. А микросхемы, очень вероятно, что они пришлют какие-то либо пустые, либо какие-то перемаркированные, которые не будут работать. Ты говоришь, что они не работают? Я говорю, что ты их неправильно паяешь, на какой температуре ты их паял, что ты сделал с ними и так далее и тому подобное. И ты будешь тратить очень и очень много времени и делать это все пустую. Ну и поэтому я сейчас ее запущу, удостоверю, что она работает. Так, где-то тут сверху был мой сабвуфер. Подал 7,5 вольт. Все отлично работает. Выключу и подключу сейчас телефон, чтобы был какой-то нормальный звук, а не просто фон. Но уже видно, что все работает, потому что фон такой, какой он и должен быть. У меня есть лезерный станок, чип-ушный, который я вам еще не показывал. Провод не экранированный, поэтому ловит фон. Но, тем не менее, все отлично работает. 44 мА потребляет. Микросхема немножко нагревается. Там все очень разное. Напряжение 8,9. Честно говоря, это завышенное напряжение, потому что, насколько я помню, было написано, что микросхема окажется то ли 8,4, то ли 8,5. Судя по трассировке печатной платы, вот эти два резистора являются делителем, который измеряет выходное напряжение. Общая их точка у нас образует 1,31 вольт. Это напряжение подается на микросхему. Как правило, у них опорный 1,25, вот здесь как раз 1,3. Если я уменьшу немного сопротивление верхнего резистора, то я уменьшу немного выходное напряжение. Не знаю, что-то я не могу измерить его сопротивление. Может, у нас ушел резистор. Сопротивление 86,8 кОм. Сейчас нужно посмотреть, что на нем написано. А написано на нем 8,6,6,2. То есть это означает 8,66 и еще два нуля. То есть 86,6 кОм. Ниже на 15 кОм, и он формирует 1,3. Для того, чтобы мне сформировать, получается, где-то 7 вольт, мне нужно 5 по 1,3. Это означает, что сверху должно быть еще 4 по 15 кОм. А 4 по 15 кОм, это будет 60 кОм. Сейчас я около 60 кОм что-то найду, что у меня есть, и поставлю. Это будет означать, что на выходе будет где-то 7,5 вольт. И данная микросхема должна работать чуть-чуть тише, но зато она будет работать намного дольше. А нам главное, чтобы она дольше работала. Потому что, когда ты под этим делом, сколько бы у тебя не было, тебе всегда кажется, что она играет тихо. У меня есть на 56 кОм и есть на 68 кОм. Я поставлю на 68 кОм. Проверим, какое напряжение будет на выходе. Это очень и очень интересно. Получается 7,3 кОм. И вот разряжается, 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 разряжается конденсатор. И в 7,1 микросхема снова запускается. Оставим такое напряжение, для того, чтобы наша микросхема работала долго и чтобы все у нее было хорошо. Ну а теперь самое интересное, вот здесь вот ключ, вот он тут. Отсюда сейчас снимаю и сюда ставлю. Для меня самое главное, чтобы хорошо припаялась пузо. Потому что выводы, в любом случае, я дополнительно пройдусь паяльником, чтобы прогреть. Ну и надеюсь, что выход уже разрядился, на всякий случай. Микросхема поплыла, значит пузо расплавилось. Пузо, это очень важно, потому что, если вы его плохо припаяете, вы этого не увидите. Микросхема будет нормально работать. Но работать она будет недолго, потому что через пузо она передает тепло на плату, то есть она таким образом охлаждается. Она просто-напросто, вот вы включите, проверите, все будет окей, а человек включит, погоняет ее часик, и у него сдохнет все. Флюс я проверял, он у меня не корродировал, но тем не менее, за собой всегда нужно прибираться. То есть даже если флюс не корродирует, даже если у вас супер-пупер хороший флюс, но у вас есть возможность его смыть, допустим, это не БГА, где сложно это все сделать, то нужно смывать. А для этого нужно найти спирт, но нужно подождать, чтобы немного остыло, потому что спирт очень резко охладит микросхемы, и чтобы не было термоудара. То есть я подожду, чтобы дошло примерно до комнатной температуры, ну, сколько градусов 70, то есть я удержать не могу. Пусть еще минут 5 остынет, и потом я помою. Пока остывает, я пропаяю этот разъем, мне не нравится, как он припаял. Все, другое дело. Честно говоря, данные умники могли бы и на колонки поставить гнезда, было бы только хорошо. Но сэкономили 2 копейки, зато потратили кучу времени. Теперь можно включать и надеяться, что все будет супер. Супер. Звук очень чистый, нет никакого намека на шипение. То есть все просто супер. И послушаем. Поехали. Заточка ходит очень и очень долго. Намного дольше, чем у обычных стандартных сверел. Но зато обычные стандартные сверла почти не ломаются. Они там гнутся, пружинят такие, амортизируют. А этот случай чего? Раз. У меня есть точно такие же советские сверла, только без вот этой пластиковой насадки. И хвостовик у них 2 миллиметра. Микросхема слегка нагревается, не сильно. Напряжение просаживается до 7 вольт. Нормально, пусть так и будет. И обратная сторона платы теплая. То есть микросхема тепло от своего пуза на обратную сторону платы через переходное отверстие передает. Она будет работать немножко тише, чем работала оригинальная. Ну не знаю насколько тише, в любом случае при большой громкости здесь все уже начинает хрипеть. Так что разницы скорее всего... Ну конечно ощутите, но не сильно. Но что вы ощутите, что она будет работать намного намного дольше. Потому что усилитель будет работать в более облегченном, причем существенно облегченном режиме. Что очень благотворно повлияет на ресурс. А нам это надо, нам же не нужно, чтобы через неделю принесли данную прекрасную колонку обратную. Мне нужно, чтобы человек пользовался и радовался. Оставлю на ночь под небольшим грузом для того, чтобы клей высох. И уже когда клей высохнет, уже буду вставлять вот эти вот красивые декоративные сеточки. Потому что пока он не высох, я буду вставлять, вот эта часть может отодвинуть крышку. Поэтому пусть лучше высохнет, схватит как следует. А завтра с утра я не спеша все поставлю. И колонка будет выглядеть практически как новая. Собрал ее, отмучил сегодня в течение где-то полудня на максимальной громкости. Орет она достаточно громко. Я думал, что усилитель перегреется, снова сдохнет, но ничего не произошло. Ну и нормально, в принципе, даже и не видно, что ее кто-то сильно как-то ломал. Крепкого здоровья, не болейте и побольше вам несложных ремонтов и хороших запчастей из Китая, которые работают с первого раза. Надеюсь, что из данного видео ты вынес для себя что-то полезное. И поэтому не забудь поделиться данным видео со своими друзьями. Поставить жирный лайк, это очень поможет каналу в развитии. На канале огромное количество роликов по электронике. Два из них ты сейчас видишь на экране. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok